Продолжим тему пандемии. Новогодние банкеты уже можно проводить с участием больше 25 человек, но с условием. У всех должен быть ковид-сертификат. Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Оно вступило в силу сегодня. Правда, как говорят представители ресторанного бизнеса, это послабление не принесло им особой пользы. Дорога ложка к обеду. И за 7 дней до Нового года ни компании не решатся вдруг устроить что-то грандиознее запланированного. Ни заведения не успеют подготовиться. Готовь сани с лета советуют властям рестораторы. О корпоративах руководство компании задумывается как минимум за две недели до дня мероприятия, а то и за месяц. Обязательно за неделю делается за две меню. Это меню вводится в компьютер, обязательно покупка товара. И это несложно. За два дня, за день можно этот товар купить. Люди не будут готовы к тому, чтобы увеличивать корпоративы. Заказчик не захочет, потому что он уже себе планирует что-то. И он за месяц, за две недели, он спланировал уже. Закон надо принимать вовремя. И закон надо принимать, ну, наверное, немножко советовавшись с теми, кто уже немножко пожил. Если бы положение о проведении корпоративов было принято заблаговременно или хотя бы вовремя, то последствия пандемии для ресторанов, баров и кафе немного бы сгладилась, говорят представители этого бизнеса. Все-таки после проведения новогодних корпоративов они смогли бы покрыть и долги. Вот это помещение, газ и свет заплатить, это стоит коммунальные услуги 20 тысяч газ. Если у меня не младеновый манкет, а как вы сделаете? Как вы заплатите? Вы берете долг. С корпоративами мы смогли зимний период и зиму вы стоите заплатить коммунальные услуги и зарплаты людям. Запоздалое решение властей еще больше загоняет в угол ресторанный бизнес. Я всю жизнь была политичной. И сейчас с новыми законами, которые приняли по поводу корпоративов, опять показывают некомпетентность власти. Опять показывают, что власть не советуется с бизнесом. Или советуется с очень большими игроками. С игроками, которые выжили, выстояли. Неправильно принимаются законы. Надо хоть немножко спускаться на землю. Надо садиться в троллейбус и не ехать только в машинах. Если число участников будет превышать 25 человек, то доступ на корпоратив, вечеринку и так далее будет разрешен только при наличии COVID-сертификата. Это может быть справка о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о перенесенном заболевании или о наличии антител.